МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 часов 30 минут, 12 марта. Это программа неделя. Добрый вечер, как всегда. Воскресенье говорим о том, что произошло за последние 7 дней и как это отразится на нашей жизни. В студии Евгений Горин. Быстрее, выше, сильнее. Как кардинально поднять уровень профессиональных спортсменов? Появилась звездочка, медаль и прочее. То дойдем до тренера, который тебя нашел. И поддержим. Какие оценки стоят в зачетке у Виктории Азаренко? За олимпийские медали не ставится в зачетке? Нет, нет, нет. Технологии спортивных побед. Если раньше нужно было тренироваться 15 часов в день, то хотелось бы сейчас достичь этого результата за 7 часов. Екатерина Желянина узнала, кто сегодня идет в физруки, а становится чемпионом. Будем абсолютно готовы к любой тренировке сегодня. Еще парочка есть у нас. Молодцы. Куром не на смех. Яйцо, которым можно накормить пятерых. Здесь вот воздушный мешочек. Это вот будет макубационное яйцо у нас. Где в Беларуси несут золотые яйца, а также яичная диета? Пару-тройку яиц в день. Даже диета есть яичная. Я за месяц бросил 300 километров. Анастасия Дегтярь узнала всю правду о яйцах пернатых от королька до аиста. Мертвый груз на миллиарды. Складские запасы легкой промышленности. Внедряем новое оборудование, оно позволит нам снижать затраты на производство. Секреты успешных продаж. Когда видишь вот такую продукцию, какая-то гордость возникает. За то, что действительно в нашей стране могут изготавливать красивую одежду. Яна шибко разбиралась в причинах складских залежей. Немало и таких аутсайдеров, которым, похоже, долго придется ждать своего покупателя. По деревне никто не пустит. Там трасса. Пускай ездят там. Дороги – это дорого? В Беларуси появится больше платных трасс. Современный навигатор, но все равно объезжает из платежки. Молодец какой. Почему вторая кольцевая будет из бетона? Здесь можно будет говорить о гарантийных обязательствах подрядчика на 20-25 лет. Ольга Петрашевская. Эх, дороги! Начинаем выпуск с темы этого воскресного дня. Православные во всего мира отмечают главный день своего церковного календаря – Пасху. Или Воскресение Господне. Формально сторонниками православия в Беларуси считается около 4,5 миллионов человек. Однако за праздничным столом Пасху отмечает абсолютное большинство верующих. Со Светным Христовым Воскресением православных поздравил президент Александр Лукашенко. По доброй многолетней традиции этот день глава государства встречает вместе с верующими в регионах страны. В этом году президент посетил светлые пасхальные дни, свою малую родину. Вместе с сыном Николаем был на богослужении в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Орше. А потом пообщался с прихожанами. Анастасия Иванникова тоже побывала в кирпичной церкви, разрушенной в 60-е годы и восстановленной 30 лет спустя. Торжество из торжеств. Именно так называют Пасху все верующие. Неудивительно, праздник главнейший по христианским меркам. Множество богослужений, торжественной литургии и, конечно, благодатный огонь. Это то чудо, которое в Пасху с нетерпением ждут верующие, причем всего мира. Как и раньше, в Иерусалиме благодатный огонь загорелся во время молитвы Патриарха на глазах десятков тысяч паломников. Накануне вечером святыня дошла и до белорусских церквей, тем самым возвестив о воскрешении Иисуса. По традиции в храмах прошли всеношные службы. В Свято-Духовом кафедральном соборе божественную литургию провел митрополит Минский Заславский Павел. Многолюдно у храмов и с самого утра осветить пасхальную еду пришли сотни верующих, что и говорит традиция, которую белорусы любят и чтут. На столах верующих символы обновления. Освященные яйца, домашние куличи, повсюду звучат и поздравления. Пасха – это основа христианства. Ведь тысячелетия назад воскресение Иисуса дало людям надежду на жизнь и спасение. Господь здесь с нами, и Он наш спаситель, и Он всех благословит. Мы празднуем огромной семьей, поэтому мы приспекли много-много куличей. Вместе со всеми верующими великий праздник Пасхи встретила глава государства. Это храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орше. Сегодня он как раз и стал городским центром пасхальной жизни. У входа в храм архиепископ Витебский Оршанский Дмитрий, настоятель храма и, конечно, прихожане. Пасха – это и древнейший христианский праздник в честь воскресения Иисуса, и уже далеко не одна праздничная традиция. К примеру, в день Пасхи принято обмениваться сувенирами. Подарок главе государства сегодня преподнес и архиепископ Витебский Оршанский – благодатную икону Тайная Вечеря. Александр Лукашенко отмечает – сегодня очень светлый праздник. Сегодня светлый праздник очень. Люди всегда в этом празднике забывали о проблемах, все беседились. Какие бы ни были у нас времена, в нашей истории, мы всегда праздновали этот день. В подарок от президента икона «Спас Вседержатель» – это один из центральных образов в иконографии Иисуса. Своеобразный символ всемогущества Христа. Кстати, сделана икона белорусским мастером. Глава государства также поставил пасхальную свечу у иконы «Воскресение Христа». От президента и поздравления всем верующим. Сегодня главное – мир и спокойствие. А Беларусь всегда была и остается мирной страной, отметил Александр Лукашенко. Берегите город. Мы много вложились в него в свое время, когда проводили здесь дожинки. Да и вообще не забываем. Это прекрасное место для жизни людей. Поэтому живите мирно, не переживайте ни за что. У нас люди в последнее время уж слишком перенапряжены. Мир, мир, война – все у нас будет нормально. Поэтому не переживайте, живите спокойно. Первую неделю после праздника торжественные службы будут идти во всех православных храмах. Слышен здесь будет и пасхальный колокольный перезвон. Всего же праздничными считаются 40 дней после светлого Христового Воскресения. А на неделе Анастасия Иванникова, Николай Синчила и Андрей Новгородцев прикоснулись к таинству главного христианского праздника. Символом Пасхи без преувеличения можно назвать яйцо. Правда, сказать точно нельзя, почему в этот день принято дарить друг другу именно яйца. Версий много. Самое поэтическое – обычай произошел от Марии Магдалины, когда после Вознесения Господня она пришла в Рим и преподнесла императору Тиберию яйцо, ставшее, вопреки его словам, красным. Ну а самая прагматичная версия – яйца отваривали, чтобы они не испортились, окрасили, чтобы не перепутать с сырыми. Во многих культурах яйцо – символ плодородия и возрождения. Одновременно символ простоты и красоты. Ювелиры часто вдохновляются его совершенной формой, а диетологи утверждают, что это единственный продукт, который усваивается организмом на 98%. То есть яйца не так просты, как кажутся. В этом убедился наш корреспондент Анастасия Дегтяр. Натуралистичный продукт идеальной геометрической фигуры. Как обманывают нас диетологи? Философская загадка – яйцо или курица? У каких птиц встроен природный аппарат с тонировкой пасхальное яйцо? И как не стать похожим на аватара перед Великим Днём? Квинтэссенция яйца. Вся правда о вкусном овале от пернатых. Первый обитатель на этой струсиной ферме появился 7 лет назад. Теперь от мал до великой их около сотни. Вообще выращивание генетических сородичей динозавров сродни безотходного производства. Ещё парочка есть у нас. Молодцы. Процедура сбора яиц сродни воровства. Пока родительница отлучилась из домика на солнечный променад, управляющая фермой тут как тут. Яйценосность у африканских птиц невысокая, если не сказать сезонная. Вот сегодня удалось собрать всего с пяток. Струсина яйца, оно без холестерина совершенно. Кальция в нём. Люди даже покупают иногда чистую шкарлупку для кальция. Яйца, где за шкарлупой зародилась жизнь, направляются в инкубатор. Холостые они же столовые на прилавок. Вот берём яйцо и просвечиваем его. Вот здесь вот воздушный мешочек. Это вот будет инкубационное яйцо у нас. В одном струсином яйце, которое, кстати, весит около полутора килограммов, примерно 10 куриных. Стоит яйцо 150 тысяч, но накануне Пасхи в фирменном магазине фермы практически весь натурпродукт раскупили. Пользуются спросом и пасхальные сувениры. Писанка на струсиной скорлупе. Курам не на смех потребителям, на диво птицевод Александр азы пасхального художества может даже и не постигать. Это маран. Чёрно-медный. Это французская порода. Французы её назвали курицей, несущей пасхальные яйца. Вот она снесла. У них как бы там стоит как красительный аппарат. Вот яйцо, только снесённое яйцо, берёшь в руки, на нём даже отпечатки. А вот это вот слегка не поселиноват. Это несутся аруканы, американская порода, без такой курочки, без хвостов. То есть это не инопланетяне? Нет, нет, это такие яйца. На его домашних шестках восседает 60 кур. На каждых 5 по статистике, по петуху. Между прочим, всё птичье царство Алексеева сплошные иностранцы. Тёпленькое такое ещё? Тёпленькое, свежее. А вот этот товарищ вам не доставляет беды? Это мой котик, он у меня охраняет наоборот. Каждая наседка даёт по 200 яиц в год. Домашнее яйцо, оно сырёвое, оно всегда вкуснее. Любое. Даже вы купите обычных несушек, фабричных, но будете кормить их дома, всё равно яйцо вкуснее. На заводе, ну, на фару, кормлено чисто комбикормное. Домашних, травка. Осень, огурцы, яблоки, кабачки. Куры Александра несут не только золотые яйца, а приносят и золотые кубки. И вот в прошлом году белорусский птицевод занял первое место на чешском конкурсе. Александр предлагает нам оценить то, что находится по ту сторону скорлупы, как говорится, яичница от мастера. Сам птичник с 10-летним стажем признаётся, профессиональным отвращением не страдает. Без яиц не может прожить и дня. Пару-тройку яиц в день. Даже диета есть яичная. Я за месяц просто 300 килограмм. Будем жарить рукам. Яйца невиновны, субцитовский покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца веситные, полезные и питательные. Здесь даже есть какой-то немножко голубой оттенок. Экскурсоводом в гастрономический мир яиц становится диетолог Елена Черных. Сама, между прочим, велнес-тренер предпочитает деревенские яйца. У неё налажена поставка из деревни дедушки. Считают, у свободных птиц, гуляющих на сельских просторах, витаминная дача гораздо выше. Нужно знать маркировку яиц. Что такое Д? Яйцо диетическое, которое реализуется в течение 7 дней. Больше полезных веществ сохраняет. Скушай, доченька, яйцо диетическое. Не больше трёх яиц в неделю, прощай омлет. Жёсткий счёт стаканчиков с гоголь-моголем. Съел глазунью запейстатином, то есть препаратом, снижающим холестерин. Яйцефобия, которую вселили в разум и ценителям здорового питания диетологи, оказывается, кому-то делающая кассу байка. Мифы о холестерине в яичном желтке, они несколько преувеличены. Яйцо нам нужно просто-напросто каждый день. С холестерином это, мои дорогие, не совсем связано, потому что механизм образования его как раз в первую очередь и связан с тем, что человек недополучает полноценного белка и недополучает правильных жиров. Желток к желтку рознь деревенский от магазинного отличается насыщенностью цвета. Колоссальная разница, она заключается от способа содержания птицы и от способа кормления. Белорусские производители прогибаются под изменчивый мир и дают стране яйца с настоящими полезными химическими формулами, обогащённые селеном, йодом. Тоже яйцо суперкрутое, которое обогащённое селеном или йодом, и деревенское яйцо. Всё-таки какое преимущество? Преимущество, конечно, за деревенским. У прилавках с крупкой продукцией едва ли не петушиные бои, предпраздничный аншлаг. Яйца всех калибров и цветов птицы фабрики увеличивают поставки, а в один продавец в день отпускает по 3,5 тысячи круглых продуктов. Конкурируют с куринами и малыши от перепёлки. Пиарить их полезные свойства покупателю уже не нужно. О вкусовых приоритетах мы решили побеседовать с орнитологом. Вот он прямо над нами поёт. Он сигнализирует о том, что эта территория занята. Под щебетрябиновок и трели зябликов устраиваем яйца-ланч. Перепелины люблю. Считаю, что это вообще одни из самых, наверное, лучших. Они считаются как и диетические. В программе изучения птиц Руслана Шайкина главы дегустация нет. Посему апеллируют весьма традиционным вкусовым опытом. Яйца зябликов не употребили? Нет. И я бы даже, наверное, сказал для себя ни в коем случае. Ну, потому что всё-таки дикая птица должна жить на природе спокойно. Съедобные яйца все. На отдельных островах употребляли, собирали яйца-чаек. А вот Михаил Щебец, весьма созвучный его хобби фамилии, собирает яйца пернатых уже 40 лет. В детстве в руки попало пособие «Определитель птиц». Вот так Щебет Крылатых пробудил интерес Михаила Щебета к яйцособирательству. Последнее пополнение в прошлом году я нашёл вот здесь около речки чечевицы гнездо. Раньше на ходе у детства один раз единственный. Ну, тогда яйца не было. В его семейном гнезде около 200 яиц. Самая маленькая – королька, самая большая – аиста. Коллекция в рамках закона краснокнижные экземпляры принципиально не собирает. Есть жаблики, коньки, заранки, сорокапуты, щеницы тут, у всех видов, которые есть, жаворонки. Ларцы охотника за яйцами пополняются попутно, когда семейство отправляется в лес по ягоды и грибы. А сейчас мы приступим к таинству окраски яиц. Итак, у нас есть яйца всех калибров, начиная от перепелиного, вот куриные, и уже второй час у нас кипит здесь страусиное яйцо. Шелухи у нас нету, будем красить самым популярным, современным способом. Внимание, потребители, не рискуйте, как я, стать аватаром. И делайте всё либо в перчатках, но вообще производители не предупреждают о том, что можно стать обладателем и такого синего маникюра. Ну а с этим пасхальным набором мы направляемся в следующий пункт назначения. Ещё одна пасхальная традиция битки считается, что стол – это своего рода Божий престол, святое место, а яйцо – это символ жизни. Символ Пасхи – яйцо, как символ воскрешения Христа. Бить яйцом по столу получается вроде не очень красиво и не совсем правильно, поэтому по обычаю яйца бьют друг от друга. Вот у меня в руках страусиное яйцо. Как раз то, что вы видели только что в сюжете Анастасии Дегтярь. И мы просто не могли не проверить, имеет ли размер значения. Настя? Христос воскрес. Воистину воскрес. Ну что ж, вполне ожидаемо, правда я чуть-чуть надеялся всё-таки на чудо, но, Настя, вы в сюжете отварили фактически яйца всех калибров, от перепелиного до страусиного. Я знаю, что в 2002 году было найдено несколько яиц динозавров. Вам они не попадались, уж наверняка они больше, чем страусиные. Пока что не попадались, но я думаю, что они не очень-то и съедобные. Кстати, Евгений, ждём вас после эфира, чтобы продегустировать. Дождитесь меня. Ну а Беларусь и Латвия ждут новых контрактов. Мэр Риги хочет загрузить порт белорусским мазутом. Латвия заинтересована в перевозках наших нефтепродуктов, закупках продовольствия и многом другом. В Минске на неделе прошёл бизнес-форум, в ходе которого белорусские предприятия имели возможность провести переговоры с представителями 30 латвийских компаний. Ну а программа неделя о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Латвией поговорила с председателем Рижской думы Нилом Ушаковым. В октябре прошлого года делегация Минска была в Риге. Сейчас вот ваш ответный визит. Какая цель у вас стоит? Мы настроены на хорошие, причём постоянно развивающиеся отношения с Беларусью. Это раз. Во всех возможных плоскостях. Потому что отношения с Беларусью для нас это не только экономика или культура, или обмен опытом в коммунальных вопросах, но это и отношения на уровне во многих случаях семейных или дружных. Здесь друзья, родственники и так далее. То есть, ну, все здесь совсем не чужие. А когда мы говорим уже далее предметно, это продвижение предположимой Риги как туристического направления на белорусском рынке. У нас за последние два года удвоилось количество туристов из Беларуси. Для нас важен порт как выход для белорусских товаров. Да, это то, что касается сейчас нефтепродуктов. А то, что мы обсуждали с вашим мэром, сейчас уже перешли уже к какой-то определённой детализации. Это рижский куток по образцу того, что мы когда-то делали в Москве, но до всех этих санкций, кризисов, очень хорошо работало. По такому образцу делать в Минске. И, соответственно, какую же оказать поддержку для белорусских товаров в Риге. То есть, там шла речь, значит, латвийский куток здесь и... И рижский куток, ну, потому что мы как выйдём в самопроект. Хотя понятно, что рижский, это же не будем сортировать, латвийские товары. И такой же минский или белорусский в Риге. Вы бы ходили там, то есть там продовольственные товары в основном? У нас уже... Ну, смотрите, здесь надо смотреть по ассортименту товаров. Скажем, нам в Латвии конкурировать здесь на вашем рынке чисто с продуктовыми товарами было бы, ну, наверное, как-то недальновидно. В тулу со своим самоваром. Да, да, это было бы неправильно. Но у нас есть нишевые товары, которые, в том числе, если мы говорим о продуктах питания, которые бы расширили бы ассортимент, которые бы пошли бы на пользу местному потребителю. А белорусские товары в Латвии уже, если мы говорим про вас, хорошо представлены. Есть места, где они продаются. Но мы готовы помочь в том, чтобы это было заметнее, чтобы был больше спрос. Потому что, с одной стороны, белорусские товары для значительной части населения не нужно рекламировать. Они славятся хорошей комбинацией цены и качества. Но, с другой стороны, ну, всегда есть что развивать. А если говорить об ассортименте, ну, я так понимаю, что сейчас очень молочка в Латвии хорошо развивается. Ну, а, наверное, таких вот, как товаров, как, я не знаю, радиоприемники ВВФ, там, микроавтобусы РАФ, электрички, этого уже нет. В силу разных причин этим мы торговать сейчас не можем, не производим. Но продукты питания, да, то, что, предположим, здесь мы могли представлять, то, что касается, предположим, все, что связано с рыбой. Ну, это наша специализация, это хорошее направление, да, это где, это дополнение было бы к местному ассортименту. Не в конкуренцию, да, именно в дополнение. По мясным продуктам, ну, там, наверное, может быть только отдельный продукт, потому что здесь у вас и так все в порядке. Ну, кстати, я вот специально зашел перед этим в магазин белорусский, чтобы посмотреть на полках, какие есть товары из Латвии, да. Вот я вот даже покажу, в основном, значит, это, конечно, латвийские шпроты. Ну, логично, да. И рижский бальзам. Рижский бальзам найти сложнее, но шпроты, да, есть, и, собственно, любой фактически, не знаю, может, контрафакт посмотрите. Не-не-не, выглядит как наши, да. Я подумал, в принципе, это бренды советского времени, да. А вот появились, может быть, какие-то новые бренды, которые вы можете предложить вот именно белорусам на этом рынке. Нет, ну, если мы говорим про продукты питания, то, ну, они все, не то что советского времени. Шпроты у нас и бальзам делали и до советской власти. Это у нас давняя традиция. Не секрет, что в Беларуси есть, ну, не очень простые отношения, а есть много проблем. Там для простых белорусов они даже не в экономике, не в политике выражаются, а в стоимости шенгенских виз. Как вы считаете, вот на саммите, который состоится в мае, в Риге пройдет, да, этот вопрос может подниматься? Может быть, он как-то будет озвучиваться? Можно прогнозировать определенное упрощение в визовом режиме. И Европейский Союз сейчас, можно говорить о том, что заинтересован и в долгосрочной перспективе продолжать упрощать визовый режим. С какой скоростью и в каких формах это будет развиваться, я, конечно, воздержался бы от комментариев. Но предположить, что через какое-то время для самых разных групп граждан Беларуси, это могут быть студенты, бизнесмены и так далее, может быть введен или совсем упрощенный режим, или безвизовый, но это не утопия, это в принципе может быть реальностью. Но для россиян шенген почти там в два раза дешевле, чем для белорусов. А цена, естественно, это тоже тот вопрос, который нужно было бы в первую очередь менять и делать по ценам доступнее, конечно. В последнее время очень много европейских чиновников сюда приезжает, и опять же из Латвии, и очень много людей, которые, собственно, представляют Евросоюз, которые, собственно, латвийские корни имеют в данном случае. Может быть здесь какой-то, я не знаю, что ли, вот такой, ну что ли, оттепель, если это назвать, возможно. Особенно, может быть, в связи с последними событиями, там, дипломатическими усилиями Беларуси в урегулировании украинского кризиса. Ну, конечно, роль сейчас Беларуси невозможна недооценить, когда мы видим то, что происходит в Украине, и то, что делается для принятия каких-либо попыток для того, чтобы найти мирное решение. Эта роль огромная, и, естественно, это сказывается и на повышении роли Беларуси в целом, в Европе. Отношения по определению должны быть хорошими и дружественными. Минск заинтересован в приходе китайских банков в Беларусь. Тема инвестиций из Поднебесной обсуждалась на неделе на встрече президента с министром иностранных дел Китая. Товарооборот между странами составляет 4,5 миллиарда долларов. Также идет реализация самого масштабного совместного проекта между Беларусью и Китаем, индустриального парка «Великий камень». Здесь будет создано 120 тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что в мае Беларусь посетит глава КНР Си Дзиньпинь. Мы освоили порядка 5,5 миллиарда долларов китайских кредитов. Мы осуществили и осуществляем 20 программ, которые аккредитуются с помощью Китайской Народной Республики. Мы вам также за это очень благодарны. От кредитов мы переходим на прямое инвестирование. Этим будет способствовать Белорусско-Китайский индустриальный парк. Поэтому при таких объемах кредитования и взаимоотношений в этой сфере нам бы хотелось, чтобы вы были представлены в Беларуси одним-двумя банками, чтобы проще были отношения эти, и чтобы мы более эффективно могли сотрудничать в этом направлении. Руководство Китайской Народной Республики выдвинуло идею строительства шелкового пути. Это экономический проект. Мы активно поддерживаем это направление и готовы предоставить наши возможности для реализации этого проекта. Председатель КНР дрожит рабочими связями и личной дружбой с вами. Он в ожидании визита в Беларусь. Это позволит продвигать всестороннее стратегическое партнерство и вывести наши отношения на новый уровень. Индустриальный парк «Великий камень» будет местом создания высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью, а значит и выхода на новые рынки. Их отсутствие часто становится причиной роста складских запасов, когда товаров на миллиарды, но вот девать его некуда. Легко продать то, что стоит дешево и нужно всем, а вот как сбыть то, что лежит мертвым грузом, не первый год? Яна Шевко попыталась, как учатый маркетологи, ориентироваться на клиента, а не на склад. Попытаемся провести свой разгрузочный день, чтобы разобраться в первопричинах складских залежей. Купят ли покупатели столичного универмага выбранные нами среди ассортимента модели? Скажите, а выбрали бы такую кофточку, белорусский трикотаж? Мне нравится. Именно модель не нравится? Модель, цвет и качество. По дизайну вообще бы не остановился, класс бы. А выбрали бы себе такую плоску? Нет, пожалуй. Такой кофе купили бы себе? Какой-то мешковатый. Дизайн нравится? Тут ассиметрия, молния какая-то? Ну, как бы не совсем немножко. Можно лучше сделать. Такую кофточку купили бы себе? Нет. А почему так сразу? Какой-то фасон старый. Такую юбку одели бы? Такой нет. Вот такие брючки купили бы? Вот такой неутешительный результат нашего Блиц-опроса. Этим моделям покупатели сказали нет. Неудивительно, что подобная продукция пылится на складах предприятий. Сегодня в этом универмаге бойко идет торговля, но среди ходовых моделей немало и таких аутсайдеров, которым, похоже, долго придется ждать своего покупателя. Вот и на Жодинской трикотажной фабрике в гору порой идут не дела, а складские запасы. Еще в январе госконтроль обнаружил на стеллажах 90 тысяч единиц продукции 2012 года выпуска. Сейчас на складе товара на 60 миллиардов рублей. Это, в принципе, много, потому что это, получается, двухмесячный запас продукции. Необходимо находить, например, новые рынки сбыта, новые какие-то формы общения с потребителем, как, например, отгрузка продукции на оптовые склады, чтобы в дальнейшем реализовывать их индивидуальным предпринимателям. В настоящее время мы проводим модернизацию предприятия, внедряем новое оборудование, оно позволит нам снижать затраты на производство. И мы надеемся, что в ближайшем будущем наш товар станет немножко дешевле. В новые коллекции этот брестский производитель вполне оправданно включает хиты продаж прошлого сезона. А количество новых моделей регулирует в зависимости от предварительных заказов клиентов. Такая работа на западный манер автоматически снимает проблему загроженных складов. Работа по системе предварительного заказа позволяет свести к минимуму остатки коллекций прошлого сезона. А то небольшое количество продукции, которая остается, реализуется в наших розничных магазинах по сниженной цене. Это одежда, произведенная в Бресте для стильных деловых женщин. Потому демократичной марку не назовешь, но цены адекватны качеству. Хорошие лекалы плюс современный дизайн, когда есть достойные белорусские бренды, покупателям не остается пути отступления за китайским или турецким товаром. Когда видишь вот такую продукцию, какая-то гордость возникает. За то, что действительно в нашей стране могут изготавливать и красивую одежду. Если для легкой промышленности складские запасы, как правило, больная тема, то на Борисовском заводе медпрепаратов своя головная боль. Нехватка мощностей. Остатков здесь необходимы минимум лишь, чтобы вовремя обеспечивать отгрузку клиентам. Предприятие один из монополистов на фармацевтическом рынке. Но даже в такой специфической отрасли здоровую конкуренцию никто не отменял. Если бы не постоянная модернизация, кстати, за счет собственных и кредитных средств, продукция не была бы так востребована. Сейчас ведется большая работа по регистрации лекарственных средств во Вьетнаме, в Камбодже и в Шри-Ланке. Но, учитывая, что 2015 год являлся годом максимального насыщения отечественной продукцией, а именно 50% отечественной продукции, предприятиям взят курсы на максимальное удовлетворение заявок наших покупателей. Затоваренность складов, как и болезнь, здесь считают легче предупредить. Борисовский завод выпускает 223 наименования. Постоянно осваивают новые. Чем шире ассортимент, тем сложнее производственникам перестраивать оборудование. Зато проще маркетологам гибко реагировать на спрос. Увеличение объемов производства белорусских лекарств будут рады и российский рынок, и белорусские сети аптек. Нужно расширять объемы, потому что лекарства... Теперь люди очень следят за своим здоровьем. У нас тоже не залеживается. Может быть, потому что таким коммерческим аптекам, как наша, может быть, и не все в полном объеме отпускается. Больше государственный, конечно, приоритет у государственных компаний. Могилевский мясокомбинат темпов производства не сбавляет даже в пост. Таможенным союзом географию экспорта не ограничивает. Есть заказы даже из Ирана и Ирака. Для увеличения оборота вкусной стараются делать не только продукцию, но и упаковку. Технологическая служба разрабатывает новые виды продукции, внедряет новые технологии. Ведется работа над упаковкой. И мы себя зарекомендовали уже на всех рынках с положительной стороны. Пост, конечно, есть пост. И мы ощущаем о том, что замедляется реализация продукции. Но по сравнению с прошлым годом у нас, будем так говорить, уровень прошлого года мы идем. Тем временем на Гродненском консервном заводе запасы на складах в 7 раз превышают месячную норму производства. Причина – ориентация только на российский рынок. Около 40% продукции идет на экспорт, в основном на Россию. И в связи с падением рубля в ноябрь-декабрь у нас фактически были приостановлены отгрузки. Когда полгода назад российские клиенты в связи с кризисом начали снимать заявки, складские запасы стали расти в геометрической прогрессии. Предприятие, можно сказать, заморозило свои оборотные средства на складе. Вынуждено для того, чтобы пополнять оборотку, обращаться в банк, брать кредиты, соответственно, под проценты. Эти проценты опять ложатся на стоимость продукции. И, соответственно, уже финансовое положение от этого предприятия не улучшается. Сейчас рынки сбыта пытаются диверсифицировать, налаживают контакты с другими российскими регионами и Прибалтикой. Но вот парадокс. На закупку сырья для загрузки предприятия на следующий сезон нужно 10 миллиардов рублей. Ровно столько сейчас буквально законсервировано в нераспроданной продукции. Самый ходовой товар – зеленый горошек. Но чтобы производить больше рентабельной продукции, не хватает мощностей. А на модернизацию нет денег, ведь они вложены в пока что нереализованный товар. Вот такой вот замкнутый круг. На неделе в том, что остатки не сладкие, убедились Яна Шибко, Юрий Корнелович, Рина Недобоева, Сергей Курков и Антон Филанов. Принято считать, что спорт – это средство, с помощью которого самовыражается государство. Действительно, победы атлетов повышают статус страны. Однако спорт сегодня – это еще и значимая часть экономики большинства государств. Это сфера зрелищного бизнеса, индустрии развлечений с большим денежным оборотом в триллионы долларов. Шейхи Каттера вкладывают 200 миллиардов долларов в чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Не только потому, что у них денег куры не клюют. Решая задачи по созданию зеленых зон, искусственных облаков, сферы сервиса, они изобретают и продают новые технологии. А спортивные победы – это не только реклама страны, но и контракты, инвестиции, вовлечение людей через спорт в здоровый образ жизни. Екатерина Желянина о возможностях для перехода на новый, качественно новый уровень развития физической культуры в Беларуси. Черный валет и ахиллес при их появлении в ринге дрогнул не один соперник. Дмитрия Валента и Андрея Герасимчука мы застали в коридорах вуза. Точно такие же люди, у нас можно потрогать. Так что такие же студенты, как и все. Зачеты, экзамены, курсовые работы – это уже позади. Сейчас параллельно с подготовкой к очередному бою – дипломная работа. Иногда признаются титулованные студенты-заочники, бесконечные тренировки дают на экзаменах преимущество перед коллегами с дневного отделения. Нам проще, мы это изнутри знаем. Спорт знаем, знаем. Знаем. Знаем, какие процессы в организме. В нашем распоряжении личные документы. Будем надеяться, спортивные звезды, журналистское любопытство просят. Вот, например, зачетка Виктории Азаренко к преподавателям между турнирами заглядывать получалось не так и часто. Но на экзаменах, как на корте, точное попадание – то десятка, то восьмерка. А вот документальное подтверждение студенческой жизни белорусской грации Любы Черкашиной. Или нашей золотой рыбки Александры Герасимени. А это уже Антон Кушнир. Впрочем, олимпийский чемпион со студенческой скамьей так быстро решил не расставаться. Поступил в магистратуру. Татьяна Микулич была куратором олимпийского чемпиона. Кстати, в группе с Антоном учились и остальные наши прославленные пристолисты. И Дмитрий Дощинский, и Алексей Гришин. Случалось такое, что они где-то что-то не успевали, подбегали, просились доздать что-то. Ну, конечно, всегда было приятно им даже уступить в каком-то моменте. Где-то что-то, если они не доучили, объяснить, рассказать. Впрочем, как говорит ректор, талантливые люди талантливы во всем. За олимпийские медали не ставите за счеты? Нет, 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 нет. Ребята достойные и, в общем-то, они с успехом осваивают учебную программу. Осваивать сегодня действительно есть что. Прошли те времена, когда в физруки отправляли двоечников. Как сказали физрук, то мы готовим тренера-преподавателя по избранному виду спорта. Наш выпускник, он имеет хорошую подготовку не только в теории методики физического воспитания. Он хорошо знает спортивную медицину, физиологию, психологию, ряд других предметов. Чтобы на мировых аренах бороться за считанные миллиметры и доли секунды в университете, новые предметы и новые технологии. Последние, кстати, на неделе оценил президент. На заре своей молодости и юности я приходил сюда. Я тогда подумал, что нам надо здесь центр создать, подготовка. Детишки приходят, студенты, спортсмен может получить образование. Вот сегодня это все закончено. Университетский бассейн, уникальные системы очистки воды. Здесь тренируются не только студенты, национальные сборные. Легкоатлетический манеж с отличным покрытием. И лаборатория, тестирование, восстановление, лечение. Причем часто методы альтернативной фармакологии. Старая истина, что на пике формы, например, на Олимпиаде заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями возрастает в 10-15 раз. А закапать в нос он ничего не может, потому что общепринятые препараты не запрещены. Можно являться профилактикой. И вот здесь, кстати, как раз вот эта методика, которую вы видите. Разработка белорусских ученых, кроме всего почвы, помогает спортсменам уснуть, то есть восстановиться после физических и психоэмоциональных нагрузок. На тренировке дискомфорт межлопаточной области, спазмированы мышцы. Снять нужно быстро, для того, чтобы продолжить тренировку. Проводим вакуумную терапию. После процедуры какая-то такая легкость, расслабление. Очень приятная процедура. Тренажерный зал хоккейного флагмана страны Владислав Тренер Минского Динамо по физподготовке. Методики, технологии и, главное, результаты тестирования тренировок команды держат в секрете. Успех – это далеко не всегда преимущество большого бюджета. Сегодня это еще и новаторские технологии. У нас есть некоторые приборы, которые не используются в других командах, я так думаю. Не могу знать на 100%, но, скорее всего, которые созданы белорусскими учеными. Вот, мы их используем в тестировании. Все, что нам демонстрирует Владислав, в ходе сезона на себе не раз примерял каждый хоккей из зубров. Подевается туго, вешается сбоку, хоккей сделает прыжок в высоту с места. И он показывает такие показатели, как мощность, высота, скорость, сила. И физика, и механика, и анатомия, и, конечно же, IT. Без хорошего образования тут не обойтись. Вот стандартная для хоккеиста процедура. Чтобы подобрать эффективные упражнения, вначале нужно оценить его состояние. Крепим датчики, снимающие сразу несколько медицинских показателей. Ровно 4 минуты занимает процесс измерения. То есть, подсоединяются два вот этих датчика по Bluetooth к телефону, айфону или айпэду. Результаты по десятибальной шкале. Получились результаты сердечно-сосудистой системы «девятка». И показатель активации нервной системы тоже находится в зеленой зоне. Это значит, что вы абсолютно готовы к любой тренировке сегодня. Начали! Сергей Александрович университет физкультуры закончил лет 20 назад. Тогда и представить себе было сложно, что вот таким может быть урок физкультуры. Игровой зал, бассейн, стадион на несколько площадок. Совсем не те времена, когда негде было принимать нормативы. Просто в футбольном поле без всяких беговых дорожек. И принять тот же норматив очень сложно. Ходишь, рулетка отмеряешь. Сегодня норматив можно сдавать при любой погоде, не выходя из тренажерного зала. Отличные беговые дорожки. Здесь уже все размечено, все сделано. Егор, Кирилл и Антон, а вместе лайфстайл. Лучшая команда страны по футбольному фристайлу. Так виртуозным мечом не владеют, пожалуй, даже футболисты национальной сборной. Что-нибудь подобное нет? Ну, что-нибудь подобное на самом начальном уровне футбольного фристайла, да, многие повторяют. На более высоком уровне это уже непостижимо, потому что им нам для этого надо тренировки, а у футболистов выполняются свои тренировки. Хотя отдельные техники наверняка пригодились бы и на футбольном поле, но до такого результата годы тренировок. Кстати, проходят они в актовом зале самого спортивного вуза страны. А на неделе о кузнести чемпионских кадров Екатерина Желянина, Игорь Стенюта и Юрий Никитюк. Президент требует осязаемых результатов от действий по решению проблем транспортной отрасли. Такую задачу на неделе Александр Лукашенко поставил на совещании, где обсуждалась ситуация в этой сфере. Транспортный комплекс – основа инфраструктуры всей экономики и главное связующее звено, за развитие которого отвечает непосредственно государство. На сегодняшний день транспортные услуги формируют почти половину экспорта внешней торговли услугами Беларуси. Набило оскомину рассуждение о том, что некое там перекрестное субсидирование загубило транспортные артерии, транспортную отрасль. Никакого перекрестного субсидирования в стране нет. Есть тарифы, есть цены, по ним работайте. К осени в сеть платных дорог Беларуси планируют включить еще две. В частности, участок Жлобин-Гомель и Минск-Микошевичи. Трассы сейчас активно реконструируются, строятся новые. Но задача не столько взимать плату, сколько свести к минимуму плохие дороги. Такие в стране сейчас осталось около трех с половиной тысяч километров. При этом, по сравнению с 2008-м, машин в республике стало больше на 12%. У меня в руках то, из чего состоит строящаяся сейчас вокруг Минска вторая кольцевая. Бетон и цемент. А это традиционный асфальт, прямо с дороги. Как видим, он даже в руках вот крошится вроде черствого хлеба. Ну, а вот этой штукой реально можно гвозди забивать. Ольга Петрашевская о новых автодорогах. А если дождь зайдет, то лучше не проехать. Для нее сколь угодно глобальные планы по строительству дорог пересекаются на сельской двухполоске возле дома. Сама Валентина Владимировна не автолюбитель, рулит разве что гусями во время обеда. Но ведь это не аргумент, чтобы не мечтать о магистрали деревенского масштаба. Хотелось бы, чтобы, конечно, дороги подремонтировали, потому что, ну, вы воины, ямы, вот тут проезжая часть как бы асфальтирована, а нашей улицы вот и нет. Повод верить в дорожное лучшее у Валентины Владимировны обоснован цифрами. С 2007-го в Беларуси кардинально изменили имидж почти 700 километров подколесного покрытия. И в том числе на ремонт трассы магистрали любых мастей должны работать деньги, поступающие за проезд по платным дорогам. А вот можно ли рамки объехать и сколько удастся сэкономить? Навигатор сейчас показывает объезд следующей платежки. Молодец какой. Умный. Отец нашего проводника за рулем дальнобойщик с четвертьвековым стажем, поэтому Павел и без всяких навигаторов знает, как и где можно увернуться от белтоловских рамок. Только смысла в таких пируэтах немного, объясняет водитель. Так что фонари, проливающие свет на объезд, можно смело выключить. Петюшка стоит прямо напротив Аниполя. То есть он сейчас нас поведет через сам поселок. Больше топлива-то тратится, потому что по трассе он едет ровненько, а по этим вот деревням крутится, представляете, что груженая машина будет под горку неэкономична. То на то выходит по деньгам. Смысл объездить в платежке. Смысл в том, чтобы накручивать лишнее расстояние, при этом пытаясь сэкономить, по словам водителей, иногда видят частники. Крупным компаниям-перевозчикам куда важнее доставить груз вовремя. Ведь если проехать дальнобойщику нужно, скажем, тысячу километров, сложно подсчитать, сколько раз объезжая рамки ему придется съехать с трассы. Я не снять через каждые 10-15 километров и каждую объезжать. Больше топлива палится. И ладно топливо, нарваться можно на такой сельский автобан. Но что еще хуже на Вячеслава Григорьевича. Ездить, асфальтить убить? Да кто ему трассу здесь дать? Да все не пустят машин сюда. Никто не пустит машин. Родное село Дорожного Дружинника как раз на съезде с трассы перед рамкой. И потому у Вячеслава за многотонниками не только вело глаз да глаз. А вдруг не разменется пожилая дама с фурой, да и грохот, пыль столбом. Борец за соблюдение маршрутов говорит, у них в деревне не подкопный народный дозор. Мы люди не опустим. А что они гурчать будут? У них дороги, пускай ездят там. Где кто-то развернется? То есть пустят, но не выпустят. Может быть такое быть. Коллеги не объезжают у нас. Ей богу, не объезжают. Дальнобойщик Виталий с Вячеславом Григорьевичем познакомятся едва ли. Укротитель руля и педалей говорит, уже настолько привык платить за дороги в Европе, что и мысли не было объезжать рамки или бегать от транспортников в своей же стране. Ну, у нас-то недавно везде-то по платным ездим. Если поляки взимают плату, Германия, Франция, Виталия снимают, то почему бы нам не снимать? К тому же и трассы у нас вполне приличные, подытоживает водитель, исколесивший не одну сотню тысяч километров. Конечно, не везде все идеально, но Виталию есть с чем сравнивать. Я еще при Советском Союзе начинал ездить, похуже дороги были, намного сервис похуже. Вот до Гродно дорожка еще такая не очень. Но в перспективе я уже слышал, что ее будут делать. В перспективе будут обновлять не только Гродненскую трассу. На карте синим цветом обозначены магистрали, которые проложили, либо реконструировали. С 2010 по 2014 годы, а уже сиреневым дороги, которые появятся до 2019-го. Просматривается и в теоретических, и в практических планах, конечно, и вторая Минская кольцевая. Мы должны первый этап закончить до 1 января 2016 года. 46,5 километра от Астрашицкого городка до автодороги М6. Сегодня работы на второй МКАД сосредоточены на мостах, путепроводах и развязках. Напомним, что новое кольцо соединит уже существующие трассы. И таким образом строить с нуля нужно не все, но почти 90 километров. Это чуть больше половины общей длины будущей МКАД номер 2. Причем укладывают дорогу из бетона. Это дорого, но, по словам специалистов, оправданно дорого. Если асфальтобетонное покрытие у нас служит до капремонта где-то порядка 10-12 лет, то здесь можно будет говорить о гарантийных обязательствах подрядчика на 20-25 лет. В принципе, нормально. Только что эти вот полосы, которые по ним едешь, как на поезде. Нынешний участок дороги будет строиться с армированием швов сжатия и расширения. И не будут образовываться так называемые елочки или стиральные доски. А вот по поводу стиральной доски Нина Ивановна может многое рассказать. И совсем не про белье, которое развешивает возле родной разбитой дороги. Я не знаю уже, сколько это их дороги будет уже. Наверное, уже, ой, вообще, годов 20, конечно, уже есть. Лучше надо дороги, чтобы много этих самых, ну, ямы-то еще. То, что на дороге возле дома много ям, поспособствовало даже появлению нового хобби у супруга, смеется хозяйка. Теперь у их ландшафтного дизайна стопроцентное сцепление с сельской магистралью. Это он на дороге подобрал? На дороге подобрал? Да, да, вокруг нас. Тут вот бывают, вот такие перокроски, тут не глядя же, бывают, носятся. Ну, вот спросите у сына. Я знаю всю каждую ямку. Я могу где объехать ее, где... Сколько ямок? Если от Плашево до двор, где-то штук 13 может быть. Я так думаю, что со временем же будут рабить. Нина Ивановна не знает, сколько еще белья унесет, пока обновят дорогу у нее под окнами, но надежда не жмет на тормоз. Ведь в селе буквально по соседству недавно положили новый асфальт. Да как ювелирно, прямо на границе хорошей шутки и жизни, которая порой напоминает анекдот. Ольга Петрашевская, Андрей Новгородцев и Игорь Синюта на неделе о разных дорогах и планах, которые на тех же дорогах не валяются. В конце выпуска, как всегда, о погоде. Начало недели может оказаться дождливым, однако днем синоптики обещают тепло плюс 14. Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго.